Одесса, 3 ноября 2022 года. Ночь со 2 на 3 ноября в Одессе прошла спокойно напряженно. Воздушной тревоги, канонады работы ПВО и ракетных обстрелов в Одессе и области не было. Полные потери врага с 24 февраля 2022 года, 73 270 военнослужащих, 2714 танков, 5525 единиц бронированной техники, 277 самолетов, 258 вертолетов, 1733 арт-системы, 387 системы залпового огня, 198 систем ПВО, 1438 беспилотников, 397 крылатых ракет, 16 кораблей и катеров, 4153 единицы автомобильной техники, 154 единицы специальной техники, точные потери врага среди офицерского и высшего командного состава, 2 генерал-лейтенанта, 8 генерал-майоров, 44 полковника, 98 подполковников, 193 майора, 279 капитанов, 471 старший лейтенант, 235 лейтенантов, всего 1402 офицера. Испания в ближайшее время передаст вооруженным силам Украины 4 батареи ПВО «Хавк», противотанковые ракетные комплексы, пушки и снаряды к ним. Франция будет активно помогать Украине в построении глубоко эшелонированной системы ПВО. Также президент Макрон сообщил Зеленскому, что Франция поможет в ремонте энергосистемы и в подготовке к зиме. Также президент Франции Макрон и президент Украины Зеленский обсудили совместную подготовку к международному саммиту, который должен пройти в Париже 13 декабря. Он будет посвящен экономической и военной помощи Украине. 97% украинцев считают Польшу дружественной страной по отношению к Украине. На прошлой неделе в Одессе родилось 140 маленьких одесситов, из них 80 мальчишек и 60 девчонок. Россия возобновляет свое участие в черноморской зерновой сделке. Ну а что ей остается делать, когда она уже проходит без нее? Министр обороны Орды Шойгу, он же и по совместительству видимо клоун. Вчера опять делал заявление по поводу того, что Украина собирается использовать атомную грязную бомбу. Он также заявил, что Украина собирается разместить на своей территории ядерное оружие НАТО. Вопрос к Шойгу. Если мы собираемся разместить ядерное оружие НАТО, зачем нам грязная атомная бомба? И это их министр обороны Клоун. Примите слова самой искренней благодарности за ваши добрые, сердечные и дружеские комментарии в поддержку моего замечательного города и моей любимой Родины. Моим дорогим соотечественникам и землякам я желаю мирного неба над головой. Берегите себя, берегите друг друга, всего самого наилучшего, самого доброго и даст Бог. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok